Таисия Степановна Эта пестрота и формировала людей, училась держанности, пониманию и, как сейчас сказали бы, толерантности. Все выручали всех, жили бедно, но честно, тяжелым трудом добывая хлеб не только для себя, но и для всей страны, разрушенной войной. Выросла в семье крестьянская, отец механизатор, мать колхозница. Кроме меня воспитывали еще двух дочерей, я была средняя, жили небогато, как все деревенские семьи. Школа была в пяти километрах от дома, дорога через лес и овраг, но учиться Таисия Степановна любила. Учителя и одноклассники вспоминают, что особенно уважала она геометрию. Любила доказывать сложные теоремы у доски, чтобы в конце обязательно сказать, что и требовалось доказать. Именно отсюда в ней возможна любовь к стройным логическим построениям. А литература оживила эту сухую конструкцию, показала, что не все можно уложить в сухую логику системы. Позволила шире смотреть на жизнь и научиться прощать. Я была намерена окончить 10 классов, но после восьмого несколько моих подруг уехали поступать в Саранс на медсестру. Мама мне говорит, вот девочки уедут, и тебе придется одной в школу ходить, а это пять километров через лес и большой овраг. Поступай, говорит, с ними. Я поехала. Подруги мои не все поступили, а меня зачислили на только что открытое фармацевтическое отделение. И это, кстати, примета того времени делать свой путь самому, не надеясь на родителей, семью или чью-то поддержку, только на себя свои знания и упорство. После окончания училища выпускницу направляют работать в Ардатов, где она успевает окончить вечернюю школу с медалью. И она решает поступать в университет. В приемной комиссии ей, как обладательнице, медали предлагают выбирать – медицинский факультет или химико-биологический. Однако Таисия Степановна остается верна своему выбору и выбирает химбилл. Правда, учится на вечернем отделении, потому что уже не стала мамы и нужно зарабатывать, чтобы жить. Эта аптека, в которую распределили Таисию Степановну, станет единственным ее местом работы на всю жизнь. И это тоже говорит о верности, долгу и ответственности. В работе, ну, знаете, вот когда заместительным была, а когда заведовала она, мы всегда говорили, счастливее нас нет, никого. Как отношение к людям, в работе заведующая идет как отношение к людям, коллектив. Мы ее все обожали, любили. Она никогда нас, вот, например, чтобы там отругать что-то за что-то, она очень тактично ко всему подходила. Она вызвала в кабинет и тактично там что-то скажет, кто-то что-то там сделал не так. Ну, вообще, нет, такой заведующей больше нет и не будет. Сослуживцы готовы говорить о ней долго и обязательно в превосходной степени. Поддержка и помощь, в которой она никогда и никому не отказывала. Это первое, о чем вспоминают все, с кем мы успели поговорить. Она очень умная, очень тактичная, ну, даже не могу сказать, как вот, но по любому вопросу может к ней обратиться. И она все расстает по своим местам, по полочкам. Подумаешь, господи, что я волновалась-то? Да не так все страшно, все нормально, все хорошо. Впрочем, портрет был бы неполным, если не добавить еще одну черту характера. Те, кто близко знаком с Таисией Степановной, признают, что она прежде всего боец, который умеет держать удар и сохранять удивительную верность в любой ситуации. Видимо, этим и объясняется долгий и успешный брак с государственным деятелем Николаем Меркушкиным. Летом 1971-м мне буквально насильно вручили путевку в санаторий Мокша. Путевка оказалась судьбоносной, потому что в санатории мы познакомились с Николаем Ивановичем. И вместе уже 40 лет. Ей удалось влиться в большую семью своего мужа, найти общий язык со всеми и стать человеком, поддержки которого многие искали и всегда находили. Я думала об участии в общественной жизни и поняла, что не стоит этим заниматься. Во-первых, с маленькими детьми делать это просто некогда. С работы бежала в детский сад, затем домой, готовка, уборка, дети, муж. Затем появились внуки, и забот прибавилось. Во-вторых, чем бы я ни занималась, все может восприниматься в искаженном виде. В России излишне активная жена руководителя, политика, ничего кроме раздражения не вызывает. Дресс-код всегда строгий, свободы самовыражения в нем крайне мало. Однако все образы Таисии Степановны выглядят безукоризненно, и даже недоброжелатели не могут найти в них изъян. Таисия Степановна со своей ролью первой леди справляется идеально. Во многим благодаря этому Николай Меркушкин стал настолько успешным государственным деятелем своей эпохи. Сама она уверена, что главная женская заслуга – создание надежного и крепкого тыла для семьи. Ее мягкость, доброта и забота оказали ключевое влияние на многие решения, которые принимались на государственном уровне. Своим присутствием Таисия Степановна смягчает обстановку, делает ее мудрее. Через годы и расстояние, неся искренность, доброту и верность. Юлия Парунова, Григорий Денисов. Наши новости.